Это мне? Ну, конечно, тебе. Ты же о Виталии мечтал. Вот, спасибо, Генке, теперь я точно артистом стану. Конечно, станешь. Фестиваль «Конкурс народного творчества» имени заслуженного артиста России Владимира Левашова «Красно-солнышко» прошел во Дворце культуры имени Чкалова. Владимир Левашов – руководитель профессионального коллектива ансамбль русской песни «Распевы» 2007 по 2015 год. С детства любил петь. Гитара с 7-летнего возраста была его верным спутником. В 18 лет работал в государственном ансамбле «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. В 1993 году указом президента Российской Федерации Владимиру Левашову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Я пригласила его работать в 2007 году. И мне понравился его подход к работе, к сцене, к профессиональному выступлению на сцене. Вот это мне нужно было принести в коллектив и развить. Когда он повысил наш профессиональный уровень, мы уже тогда смогли поехать и в Сербию, и во Францию даже ездили, в Испанию ездили два раза, выступали на конкурсах и занимали все призовые места. Фестиваль-конкурс, организатором которого выступает Театрально-концертный центр «Шелковский театр» проводился по четырем номинациям. Декоративно-прикладное творчество, народное пение, народные инструменты, народный танец. Театрально-конкурс, организатором которого выступает Театрально-концертный центр «Шелковский театр» профессиональный рост некоторых коллективов, которые принимали участие в предыдущих годах. И сказать, вы молодцы, так держать, и не останавливайтесь на достигнутом, только вперед. В фестивале приняли участие около 200 творческих любительских коллективов, культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования сферы культуры. Уже шестой год на Щелковской земле проходит фестиваль имени Владимира Левашова. И для детей, и для взрослых этот фестиваль в первую очередь обмен опытом, новые знакомства, новая дружба. Это старые друзья, это новые встречи, новые люди и, конечно же, приятное общение. Нам очень понравилась организация. Вообще в целом Дом культуры Чикаловский нас впечатлил. Не хуже московских различных площадок, где мы выступали. Сами номера, сами участники, которые приехали выступать, очень интересные, творческие, талантливые. Поэтому мы получили удовольствие от просмотра мероприятия. По итогам конкурса победители в каждой номинации и возрастной группе награждены дипломами и специальными призами. Но главное же в фестивале сохранение и развитие народных традиций, привлечение подрастающего поколения к ценностям традиционной народной культуры. В следующем году фестивалю будет присвоен статус областной, что позволит привлечь еще больше участников.